Всем добрый день. Приятно, что я сегодня день открываю вам. Сначала немного о нас. Мы занимаемся подбором персонала с 2009 года. Были учредителями премии «Профэшн. Лучший работодатель в индустрии моды». Участвуем ежегодно в профессиональных выставках – «Мошус», «Фэшн стайл», «СПМ», «Эстер ткань», «Ленгерия». Часто печатаем свои обзоры по модной индустрии, в ведущих изданиях про фэшн, ведомости, в том числе в европейских тоже изданиях – это «Фэшн Мак», «Фэшн Юнайтед». И имеем собственный ресурс «Работа фэшн». На этот канал тоже в Телеграм можно сейчас подписаться. Дальше вам скритшот сделаю. Мы имеем наработанную собственную базу кандидатов. И вот так выглядят, например, наши стенды. Здесь находят себя и компании, и кандидаты. Можно прийти, оставить вакансию, в том числе и сегодня, и оставить свое резюме. Мы на стенде все четыре дня вывешиваем вот так вакансии и резюме в открытом доступе, и можно будет найти и работу, и кандидатов. Сегодня поговорим о бренд-менеджере «Фэшн», где найти хорошего бренд-менеджера, последние тренды в профессии, как сейчас получать хороших кандидатов, какие компетенции бренд-менеджера востребованы, ну и какую зарплату платить, какая система мотивации. Как меняется сейчас... Господи, хоть бы не упасть. Как меняется сейчас рынок труда? Удаленная работа из любой точки мира. Кросс-функциональные команды, где сейчас работают совместно, ну, например, «Фэшн», это отделы закупок, это бренд-менеджеры, это отделы продаж. То есть сейчас они работают вместе, дизайнеры. Кандидаты хотят иметь баланс, работа, отдых, work-life balance. Плоские компании. То есть если раньше была структура вертикальная, то сейчас больше горизонтальная. Слэш-карьера у кандидатов. То есть сейчас люди одновременно развивают несколько карьер, не стесняются менять в 40 лет полностью свою жизнь, менять профессию. Хотят гибкий график труда. Очень много кандидатов, которые к нам звонят и присылают свое резюме, хотят даже на технолога, даже на конструктора иметь гибкий график, либо удаленную работу. Ну и работа в нескольких проектах одновременно. Сейчас в компаниях классический кадровый резерв. Он исчерпал себя, не вызывая доверия у бизнеса. Вертикально интегрированные холдинги трансформируются, становятся более плоскими, но и меняются потребности сотрудника. То есть все чаще желание иметь гибкий график, удаленную работу в ущерб продвижению по службе и заработной плате в том числе. Средняя зарплата бренд-менеджера в регионах от 40 до 80 тысяч рублей. Что касается Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов от 100 тысяч до 300 тысяч. Это бренд-директор. Количество вакансий. Здесь немножко неточные цифры. То есть бренд-менеджер порядка 40, но если мы берем вакансии название шире, то мы можем получить гораздо больший ассортимент вакансий и он растет. Так, например, мы можем смотреть вакансию бренд-менеджера, категорийного менеджера, бренд-одежды, продакт-менеджера, менеджера по работе с маркетплейсами, бренд-директора и так далее. И от этого, в общем-то, функционал тоже этого человека меняется. На самом деле, вот я сейчас приведу кейсы те, которые сейчас в вакансии есть. Вот, например, компания ищет бренд-менеджера, но здесь я бы сказала, он, скорее всего, менеджер по управлению закупками, чем бренд-менеджер, потому что сначала я подумала, что я ошиблась, но я стала чаще замечать, что требует работа с ассортиментом сейчас у бренд-менеджера. Ну вот посмотрите, обязанности, руководство всем процессом разработки моделей, взаимодействие с дизайнерами, конструктором, технологом, подбор тканей и фурнитуры для изделия, подбор производств, что тоже как бы это больше вакансия менеджера по размещению, да, организация сопровождения закупок, обеспечение сроков поставки, участие в ценообразовании, участие в разработке ассортиментной стратегии, и, тем не менее, требуется опыт работы на должности продакт-категорийный бренд-менеджер в фэшн-индустрии. Также нужно сейчас хорошее владение Excel, свободны таблицы обязательно, кстати говоря, часто компании просят сейчас выполнить тест на Excel. Бренд-менеджер сети магазинов Good. Полная координация бизнес-процессов сети магазинов, развитие на повышение результатов, мерчендайзинг, управление товарными безопасами, аналитика данных продаж по всей сети конкурентов, разработка внедрения новых идей и проектов, заказ коллекции. Требования аналитическое мышление, знание ПК уверенное, образование высшее, опыт работы на данной должности бренд-менеджера от двух лет. Более уже классическое понимание бренд-менеджера, к которому мы привыкли, это взаимодействие со всеми отделами компании, работа с дизайнерами и креативными агентствами, разработка продукта, изготовление образцов, бренд-бук и так далее. Усиление развития продукции бренда, повышение узнаваемости и привлекательности бренда, управление ассортиментной линейкой бренда, разработка и регламентирование маркетинговых инструментов для B2B и B2C продаж, взаимодействие с производственной площадкой по разработке новых продуктов, участие в разработке досрочной стратегии развития бренда, ведение переговоров о присутствии бренда в офлайн, онлайн. Еще одну приведу вакансию бренд-менеджера Cozy Home сейчас. Здесь вот тоже чисто классический уже бренд-менеджер, к которому мы привыкли. Инициация промо-акций, мониторинг аналитика конкурентов акций, оформление документации, участие в разработке и реализации стратегии продвижения бренда, маркетинг 360, BTL, digital PR и так далее. Еще как одно из трендов – это работа с маркетплейсами. Сейчас очень много бренд-менеджеров, категорийных менеджеров, требуется на площадках, маркетплейсах. И здесь больше тоже связано с мониторингами цены на бренд, ежегодно актуализировать цену на всех площадках, определять правила ценообразования. То есть больше, конечно, это управление ассортиментом, ценообразованием и что-то тоже от менеджера по закупкам. Соответственно, если просадить последние тренды в профессии бренд-менеджера, то есть автоматизация, цифровизация там немножко неправильно, знание ассортимента производственных процессов, то есть раньше производственный процесс бренд-менеджер все-таки не касался. Его задача была продвигать продукты и бренд компании. Межфункциональные компании. Выстраивание функцию маркетинга с нуля. Изучать рынок потребителей и конкурентов. Разрабатывать маркетинговые активности. Искать новые точки роста узнаваемости бренда, стимулирования продаж. Разрабатывать медиапланы для оффлайн-каналов коммуникации. Управлять персоналом, то есть с инфлюенсерами, с именеджером, мерчендайзером и так далее. Управлять работой с подрядчиками. Искать, оценивать, контролировать исполнение. Управлять созданием контента для сайта, маркетплейсов и соцсетей. Оценивать эффективность рекламных кампаний. Оценивать эффективность отдельных каналов продвижения. Что сейчас происходит в компаниях в целом по рынку труда? Во-первых, мода на маркетплейсы продолжается. Маркетплейсы выигрывают на e-com за счет аналитики. Высокий спрос идет на аналитиков. Специалисты по категории маркетплейсов. Цель крупных компаний развивать не только присутствие на маркетплейсах, но и свой бренд тоже на маркетплейсах. Например, компания Zarina. И, соответственно, здесь как бы тоже для бренд-менеджера есть карьерный рост. Именно на маркетплейсах там тоже можно развиваться. Новые отделы маркетинга. Компании после февраля месяца тоже формируют новые отделы маркетинга и специалистов. Больше 22 профессий мы насчитали в отделе маркетинга. И в списках вакансий на джобордах – это CMM, бренд-менеджер, таргетологи, авиатологи, маркетологи, аналитики, трейд-маркетинг, то есть специалисты по телеграм-каналу, ВК, ОК, тестирование всех новшеств, потому что непонятно, что сейчас выигрывает у каждой компании. По-разному, соответственно, бренд-менеджер тоже может развиваться в эту сторону тоже. Спрос на менеджеров по закупкам. Я вам показала, что в описании практически у многих бренд-менеджеров сейчас работа идет с ассортиментом, с закупками, с ценообразованием, с аналитикой. С осени прошлого года мы заметили, что выросла заработная плата на 30% на этих специалистов. И она растет, и очень конкуренция у компаний за этих специалистов, потому что очень многие хотят удаленку либо гибридный график. Компании хотят, естественно, на пятидневную рабочую неделю таких специалистов. И тут даже специалисты, которые проработали год-два с небольшим опытом работы, зарплата уже 80-90-100 тысяч и выше. Байеры до сих пор относятся к самым модным профессиям. Сейчас менеджеры по закупкам, менеджеры по работе с фурнитурой, с тканями, менеджеры по размещению на производствах. Это сейчас такой персонал очень востребованный. Digital e-commerce. Тоже взрывной рост вакансий здесь наблюдаются. PR-менеджеры работы с фэшн-блогерами, соцсети, спецфорумы, участие в организации съемок показов, менеджеры по работе с блогерами, блогеры-стримеры, редакторы, менеджеры по рекламе, продаже проектов в соцсетях, аналитики, интернет-маркетологи. И, соответственно, бренд-менеджер тоже здесь есть. Его ниша тоже может там развиваться в том числе. Либо таких специалистов нанимать. Появляются новые роли. То есть онлайн-мерчендайзинг-менеджеры, e-shop-менеджеры. Вот такие профессии сейчас у нас тоже на джоп-бордах, на сайтах поиска работы. И запросы, с которыми сейчас обращаются к нам и за карьерным консультированием. Смысл в чем? Сейчас очень много появилось курсов очень модных. Специалисты заканчивают эти курсы. Дальше надо трудоустроиться без опыта работы, спозиционировать свое резюме. И здесь, конечно, сейчас уже нужна помощь карьерных консультантов. То есть рынок достаточно сложный. И такие задают вопросы, какое направление выбрать в индустрии моды, уйти или остаться в компании, куда двигаться дальше. Кстати, сейчас тоже тренд появляются карьерные консультанты внутри компании, для того, чтобы сотрудники не выгорали, и их профессионально растить и оставлять. Потому что не всегда можно мотивировать только заработной платой. Появляются карьерные консультанты, HR внутри компании, которые тоже этих сотрудников как-то профессионально дальше направляют. переход от работы в найме в свой бизнес и наоборот, остаться или вернуться. Потому что тоже кто-то развивает свой бренд. Чаще всего стилисты, дизайнеры, которые заканчивают образование, они пытаются развивать свой бренд. Дальше встает вопрос развиваться как менеджер, потому что надо набирать команду. И не у всех получается, им приходится возвращаться в найм. Это всегда сложно. Потом из найма они опять пытаются создать свою команду, свой бренд. И вот вопросы возникают, конечно. Подготовить резюме. Почему нет сейчас откликов на резюме? Их мало. Та же самая воронка продаж. Когда я спрашиваю кандидата, сколько раз вы откликались, то есть выясняется, что позавчера мы с девушкой, как раз в Fashion Style была выставка. Она подошла на карьерный разбор. Я говорю, сколько раз вы откликались. В месяц мы с ней взяли статистику на Headhunter. У нее в январе было 4 отклика, в декабре 2 отклика, в ноябре тоже 1 отклик. Понятно, что статистика. Есть воронка продаж элементарная. Точно так же, когда вы ищете работу, все то же самое. Если вы откликнулись два раза, соответственно приглашение вы не получили. Например, вы 10 раз откликнулись, вы получили 5 просмотров, из них 2 приглашения. Из этих приглашений вы решили только на одно собеседование сходить. Соответственно, один из одного. Хорошо, если вы получили оффер и приглашение на работу. Чаще всего нет. Вы дальше ищите, а время идет. Соответственно, нужно откликаться, потому что Headhunter, Superjob и Работа.ру они вас не видят. То есть вам нужно самому искать и откликаться в день минимум 20 раз, чтобы вас увидела компания. Пойдем дальше. Карьера после 45. Сейчас, кстати, возраст увеличился. Компании готовы рассматривать кандидатов после 40-45 лет. Самый важный вопрос тоже оценка стоимости на рынке труда. То есть сколько я стою? Как мне свою зарплату оценить? То есть там тоже есть несколько параметров, как мы можем свою зарплату оценить, сколько мы стоим. Ну и продвижение. Важное сейчас то, на что обращают внимание, это soft skills. Почему? На рынке сейчас за последние 10 лет достаточно много появилось профессиональных кандидатов. То есть это не тот рынок 2000-х годов, когда только профессии появились. Бренд-менеджер, категорийный менеджер. Никто не понимал еще. То есть как бы небольшой опыт был. И готовы были брать, например, с другого рынка, с других категорий товара. То есть сейчас примерно компания получает 10 одинаковых резюме, примерно с одинаковым опытом. И его задача оценить кандидата. И здесь он внимание начинает обращать на другие навыки. То есть как человек коммуницирует, насколько он клиент-ориентирован, как развито его критическое мышление, как он способен анализировать, насколько быстро он готов принимать решения, как развито его эмоциональный интеллект, ненасильственное общение с коллегами, как он работает вообще в режиме неопределенности. Потому что мы понимаем, что сейчас очень быстро меняется экономическая ситуация. Кризисы уже не каждые 7 лет, а часто гораздо. То есть мы не знаем, что может случиться завтра. Пандемия, спецоперация. И в этих условиях человек должен не растеряться, а продолжать работать. Экологическое мышление, самоанализ, саморефлексия, умение собрать команду, сбалансировать жизнь. Ну и, соответственно, из того, что я вам уже рассказала, то есть вы видите, какое разнообразие вакансий и требований на бренд-менеджера. Нам нужно прежде всего, если мы ищем работу, то нам нужно проанализировать себя, что мы умеем, знаем. И из тех компетенций, которые мы понимаем, что они у нас ведущие, продавать прежде всего их, потому что можно бесконечно обучаться, добирать знания, но это время. А работа нам нужна сейчас. Поэтому мы анализируем преимущества, свое образование, из тех вакансий, которые есть, в чем вы недостаточно разбираетесь, почему вы можете не получить эту работу. Например, если я не знаю английского языка, то я понимаю, что это мой минус, и я не смотрю вакансии со знанием английского языка. Ну и возможности. То есть тоже анализируем, чему мы хотим научиться, какая у нас мотивация. То есть мотивация у многих разная. Кто-то хочет поближе работы к дому, кто-то хочет с командировками, кто-то хочет гибридный график. Здесь уже нужно разбираться и смотреть вакансии под себя. Если мы компания. Компания, как правило, составляет для себя профиль кандидата, по которому она будет уже рассчитывать и измерять, насколько кандидат ей подходит и успешен. В профиль кандидата обычно входят компетенции, опыт и навыки, полвозраст, понятно, образование, и дальше он смотрит идеальный кандидат либо допустимый кандидат. Более подробно можно посмотреть. Требования рынка. То, что я вам показала сейчас. Аналитические способности для бренд-менеджера важны. Умение обрабатывать цифровые данные, работать со статистикой, расчетами, таблицами. Компетенция в диджитал маркетинге. Контекст, таргет, CMM. То есть тоже это важно. Ну и вопросы, которые нужно задать байеру, бренд-менеджеру. То есть, как правило, компания готовит определенные кейсы и задания уже после собеседования. Как искать? Сейчас работает диверсификация источников кандидатов. То есть такой комплексный поиск, когда, например, компания берет сразу 50-60 площадок и размещает вакансию. Во-первых, собственный карьерный сайт нужно иметь. Если у вас на бренд-менеджера нет, но если это массовый какой-то набор персонала, то есть даже специальный лендинг запускают сейчас. Джоб-сайты. Headhunter, работа РУ, зарплата, Joblab и несколько джоб-бордов обязательно. Таргетированная реклама вакансий, она возможна внутри сайтов работы. Контекстная реклама также как в поисковых системах, так и на площадках сайтов. Оффлайн-каналы, билборды. Ну и холодный поиск – это индивидуальные позиции, когда, например, компания специально, то есть, например, она приходит к нам заявку и говорит, нам нужен такой-то человек, и нам очень нравится политика трех-четырех компаний. То есть мы бы хотели примерно вот такой опыт сделать у нас. И мы ориентируемся тогда либо на специалистов, которые у них работали, либо на похожие компании. Прежде всего, конечно, нужно обновлять HR-стратегию, когда мы ищем специалистов, то есть повышать узнаваемость HR-бренды компании, лояльность к нему, привлекать максимальное внимание аудитории-соискателей к опубликованным вакансиям, подключать рекламные форматы, применять таргетированные рекламные инструменты. Вот сейчас я покажу. Смотрите, вот то, что сейчас предлагает, например, Headhunter. То есть у них есть возможность смс-рассылок, у них есть возможность вакансия для турбоотклик. Да, это стоит дороже, чем обычно опубликовать вакансию. Но вот такие продвижения они делают. Компания дня тоже, наверное, видели, когда вы открываете, там написано «компания дня». Как работает HR-бренд работодателя? Вот так, например, спортмастер публикует вакансии. То есть это, естественно, там оплачивается, такой брендинг. У них даже есть собеседование, видеообращение сотрудников. Вот фамилия, например, так публикует. Умеете работать в комбанде, обладаете активной жизненной позицией. Вот вам сразу софт-навыки, которые требуются у кандидатов. Даже не профессиональные навыки. А это то, что они уже инициируют как от компании своей. Вот просто для сравнения. Компания, которая не занимается брендингом, HR-брендингом своим. Вот 12 сториз, которые тоже постоянно публикуют. Они сейчас даже делают такую экскурсию по своей компании для сотрудников, для того, чтобы больше привлекать. Даже на YouTube-канале выкладывают ролики. Это вот тоже на джобордах то, что они публикуют. Профессиональные площадки для поиска специалистов и для поиска работы. Работа Fashion – это наш российский Telegram-канал. Там сейчас до трех вакансий вы публикуете бесплатно. И, соответственно, можно резюме также туда отправить. Либо о себе, как специалисты, тоже опубликовать. Там можно искать. Fashion United – голландский портал. Там международные вакансии можно. Job Fashion – Fashion Mag – это французский портал. Работают тоже наши партнеры. И тоже там можно смотреть на международных площадках. Площадки для поиска работы. И также для поиска сотрудников. Это Telegram-каналы специализированные, где также публикуют компании вакансии. И о себе специалисты также могут дать. Работа Fashion – Telegram-канал тоже с вакансиями. Можете сфотографировать и зайти. Сразу подписаться. Международный поиск. Если вы заинтересованы в поиске специалистов с международного рынка или в поиске вакансий в других странах, это самые известные площадки по всему миру. На них можно заходить и подключаться тоже к поиску работы за рубежом. Сейчас это популярно. Кто-то собирается релоцироваться. Кто-то из собственников находится и переносит, открывает филиалы компаний. Телеграм-каналы тоже для релокации, для поиска международных специалистов. Альтернативные источники поиска вакансии и размещения вакансии. Я просто не знаю, здесь собрались собственники компании или те, кто ищет работу. Поэтому буду ориентироваться на среднюю аудиторию. Здесь можно тоже смотреть и дизайнеров, и маркетологов, и менеджеров. Если брать поиск, то, о чем я говорила, что сейчас работает больше симбиоз, и непонятно откуда, с разных площадок могут приходить специалисты из соцсетей, и HeadHunter сейчас, так скажем, слабо работает, то нужно использовать разные возможности. Во-первых, корпоративные сайты компании нужно обязательно использовать. То есть мы размещаем вакансии, делаем раздел работа, карьера, и там можно, ну классно будет, если вы сразу сделаете такую плашку, чтобы можно было отправить резюме. Боты различные, то есть HeadHunter, боты IT вакансии, вот мой круг, агрегаторы вакансии, но вот Indeed сейчас не работает в России, Яндекс работа, то есть то, что, как правило, попадает. Вот, кстати, если вы делаете карьерный раздел у себя на сайте, то очень хорошо Яндекс его индексирует. Локальные сайты по трудоустройству в вашем городе надо смотреть. Отдельно есть по Краснодару. Вот джиплаб, он раньше работал только Москва, Московская область, сейчас они регионы тоже взяли. Обратите внимание на стажировки, стартовые вакансии сайт, сайт антирабства, ну и новые сервисы есть, Папа Джобс, там больше вакансий рядом с домом. Ворки, нетворк хорошо работает, особенно выставки, деловые, какие-то конференции очень неплохо. И центры занятости тоже себя сейчас активно ведут. Кстати, недавно получили несколько звонков, видимо, они тоже отслеживают агрегаторы и отдают вакансии тоже соискателям. Ну и последний трендовый чар, так скажем, подытожим. Первостепенное значение имеют сейчас soft skills. Поколение XYZ работодатели не готовы к ним еще. Работодателям нужно выстраивать карьерные треки своих сотрудников. На первое место в качестве основных критериев для россиян выходят сейчас не деньги, а стабильность и безопасность. То есть, например, если раньше мы прибавляли 25-30% специалисту, которого хотели бы переманить, и в принципе человек увольнялся, готов был переходить в другую компанию, сейчас нет. Люди не готовы просто так увольняться из компании, и они готовы больше к стабильности. Психологические консультации в компании сейчас стали как норма. Очень хорошо было после спецоперации. Тренинги вводили по стресс-менеджменту, коучинг для топ-менеджеров, и вот как-то выводили для того, чтобы люди быстро могли принимать решения. Стабильность с нами персонала компании снова готовы нанимать людей 40-45. В среднем сейчас человек делает 3-4 карьеры в день, но мы двигаемся к европейскому опыту. Это 7-10 карьер за жизнь, то есть сейчас это будет нормально. Экспертное образование важно, то есть дополнительные знания применяются здесь и сейчас, знания быстро устаревают, поэтому мы постоянно вынуждены переобучаться и докупать курсы. Особенно если брать профессию бренд-менеджера, то здесь вообще все очень быстро обновляется. Должно быть совпадение человека с корпоративной культурой компании. Рост эмоционального выгорания сотрудников в нынешних новых экономических и геополитических реалиях вырос. Срок найма новых сотрудников увеличился. Вот по последней статистике, то есть для специалистов сейчас поиск работы может до 7 месяцев доходить. Это очень много. То же самое я могу сказать по поиску сотрудников. То есть тоже срок увеличился, но именно потому что, я еще раз говорю, много специалистов с хорошим резюме, с хорошим опытом работы. Здесь компании уже начинают ориентироваться на какие-то личностные качества, совпадение с корпоративной культурой и так далее. Но поиск новой работы для руководителя до года и больше может увеличиться. У меня все на сегодня, то, что я вам хотела сказать. Можно получить карьерную консультацию на выставках CPM и Интерткань. Будет наш стенд работать, и там будут карьерные консультанты. Это бесплатно в рамках выставки «Социальный проект». Также можно повесить туда вакансию от компании либо свое резюме. Если есть вопросы, задавайте. Есть ли вопросы, друзья? Ясно, к�-нанима и город. Там работает, это карьерную консультацию на быле. Всеоны.